Каких поклонников ищет Бог Тех людей, которые поклоняют Ему в Духе и Истине Давайте еще раз пославим нашего Бога Господь, я благословляю Тебя Я благодарю Тебя за этот день И спасибо Тебе, что Ты привел сюда нас, в эту церковь Ты великий, Ты всемогущий Вся слава принадлежит только Тебе И так как мы пели в этой песне Что наши орудия – это хвала Что мы пели, что мы Твои дети Что никакая зараза к нам не приблизится Что всякий страх, он уходит во имя Иисуса Христа Все болезни уходят Ты показал также такой образ, что наши враги – это болезни Это страх, это депрессия, это наши враги И когда мы разгашаем хвалу, когда мы говорим победу Когда мы знаем, кто мы есть Когда уходит страх, уходит болезнь Я прогашаю здесь победу в этом месте Прогашаю любовь Божию Я прогашаю просто Принятие, атмосферу принятия И познание истины Господь, я отдаю все это время Тебе И я признаю, что я немощен и слаб перед Тобою И я отдаю, Господь, мое каждое слово Которое мы будем говорить в Твои руки И обращу Тебе Дух Святой Используй нас и говори через нас Пусть вся слава и честь, она будет отдана только Тебе День добрый, дорога День И мы хотим Мы рады быть у Вас в церкви Мы все рады, мы расцветут в Вашей тюрьме Уже не первый раз здесь Мы с ней запрос под Тук Я уже третий раз А с ней Тук за третий Тук Мой муж второй Мы же ты за второй Тук И мы рады здесь находиться Мы все рады, мы расцветут в Вашей тюрьме Но впервые мы здесь на сцене У вас И для нас это большая честь и радость И для нас твоя гуляма честь и радость Послужить Вашей церкви Заслужим на Вашем сердце И хотим немножко рассказать о себе Несколько мы малко да расскажем о себе Кем мы являемся И отсюда мы И открепли Уже было сказано, что мы из Польши И мы в Польше живем уже два года Живем в Польше в эти две людини Как семья Потому что нам два года За что-то как семейство смены в две людини На нашей семье Я нужна более пестерет Живем в Польше Но сами мы в Беларуси Там мы родились И там наши близкие родные Но на данный момент Наше служение находится в Польше И там мы являемся миссионерами И с жителями на полное время Мы служим там в полное работное время От каждого года Мы поняли в то время, что мы не бизнесмены Что зарабатывать деньги Это не совсем наше призвание Но наше сердце посвящено Дарить проповеди И Евангелие Мы готовы делать это везде И мы с ним готовы И мы готовы Да правим това нечто На всякъде По всякъв начин И Бог говорил нам Восемь лет назад И Бог преди осемь години И ми каза Когда мы не били все семьей Он сказал мне Ян в один и тази год Каза на мен и на Ян В една и среща година Че вы будете посвященни Че вы Ще посвященни служители Ще проповядвайте Евангелието И это будет ваша основная работа И това ще е основна твоя работа И в этом году мы шеднули И делали шапферы И тази година Ни направихме Ступка на вярата И мы начали сриваться И започнахме Да служим в полно работное время Четыре месеца уже От четири месеца И благодарны Богу Что он хранит нас И за эти страны Благодарны на Бог Че не пазит Че не жива И не проповяданное Евангелието И мы эту сцену Мы хотим делиться сегодня И с каждой темы Мы с кем-то споделим вместе Мы с начала Мы хотим рассказать О том сложении Которое было здесь в Польше В Ачбург Ой В Болгарии Мы ездим в разные страны И мы можем путать страны Да По-бойскому Мы дарасказаны Сложения за тук в Болгарии Вот В Польше Включите, пожалуйста Фотографию Да В Болгарии Мы приехали из Руссии И в Руссии мы участвовали в палаточном фестивале Мы из Довны от Руссии Там и стартный день палаточный фестиваль И который длился на протяжении 9 дней Какой-то утра еще 9-10 И день в палаточке проходило служение В 10-й день в палаточке пустимых на служение Детская молодежь Детскую молодежку Проходила основной фестиваль И машины фестивали Маши песни, музыки, танцы, танцы Но самое главное Обаче нае важное Было слово В Евангелии И была молитва об исцелении И мы могли Посвятить своеви Богу Через молитву покаяния И имаше големе следетелство За чудеса всеки ден И хората свидетелстваха за исцеление Как Господь е докосвал от сердца И те съпределявали Бог на физическо ниво И хората разказаха как се исцеляла Полушица и драката И горбата И ми проповедвали Евангелие на улиците В разно спосед В различни начини Через почет Так же на самое главное слово Молились там же за людей И много людей Они отдали свою жизнь В молитве И много людей исцелились Я не знаю эту статистику А знам статистика Которая Мы подсчитали Която прибруйтим Примерно прибруйтим И в палатке И на улице Молилась молитва покаяния 743 человека Исцелилась То есть факт Какого факта Сто двадцать восемь Человек Слышал Евангелие 2202 Самое что интересно Что на улице Больше было эффекта Чем в палатке В палатке Была глубина слова И люди Более осознавали Что это И было Явно Исцеление Кажется Кажется говорила Ходила грижа Простата Заминала Как грижи Простати Болки Простата Голова Депрессия Главата Депрессия То что мы хотим Сказать Многие люди Говорят Что уличная Евангелизация Не работает У вас в Болгарии Это работает Тут в Болгарии Убачить О работе В других странах Тоже работают И в других Державе Сышь О работе Мы любим Уличные Евангелизации Неубичины Уличные Евангелизации Неубичины Как Бог касается Людям Неубичины Как Бог Докосов Что происходило Сейчас в Русе Было большое чудо И еще одно Голямо чудо Потому что Все Палаточные Евангелизации Они были ограничены Потому что Из-за пандемии Но первая Была В Русе Обаче Первая Держи При нас В Русе Още Штим И в Албании Не знам Наполно Обаче Штим Моя Ощерин Проект И Също Така Искам Да Ви Рассказим За школу Та Время Заходим Мы пришли Эту школу Катя Проходила На физическое В Эстонии Проходила После этой школы Мы сделали Шаг Веры И пошли В школу После этой школы Нина Правильно Вступка На веру За Интернет Заслужение Она На самом деле Дает Много практических Знаний Дала Много практических Знаний В сфере Это На евангелизме Но Также Хорошо Для тех Кто Служит Церкл Сейчас Школа Проходит Онлайн И Она Очень Смешные Деньги Ставит Но Такой Опыт Который Делится Люди Это 20-летний Опыт Служения С Англия С Руси България България Вы можете Обратиться По этому поводу К Софии Или Вальдемар Транчик В София С С С С Время Жатва Можно Найти На Фейсбуке Через Паспорт Ваш Так же Можно Найти Поздравим Вы любите шутки Обычите Лишите Я вам скажу Одну интересную Шутку Знаете То что мы Сказали Что мы В Беларуси Мы живем В Польше Я еврей Я еврей И Я скажу Что ценно Для еврея Самое большое Богатство Найголямото Богатство Это Ни деньги Твоя Жена Твоя Жената И вот Есть такая История Однажды К Аврааму Вливается В квартиру Вод И он Все капош Громко Лавит Ищет Смотрит Такие Ценности Деньги И Муж Он Будет Пробуждается И он Спускается вниз И он Спрашивает Много Ты Кво Такой Я Вор А Зачем Ты Здесь А За Что Си Тук Он Говорит Ну Я Ищу Деньги Дръде Ценности Золото Золото Сколько Колко 120 Кг Хочешь Да Конечно Да Разбира С И он Начевает Звать Сара Золото Мое Иди вниз Спускайся За тобой Пришли Сара Золото Мое Ела Тук Долу Дойдоха За теб Сейчас Я хочу Представить Мое Тот Ко Будет Говорит С 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 Мое Золото Хорош Человек Мудра Женщина С С С С С Пропровед Евангелие Более Восьми Лет И Бог Действует Через Нее С Спасибо Мой Муж Да Немножко Меньше Два И Даже Больше Золота Малку По Малку Золот Ну Да У нас Тема Которая Мы Делиться Естественно О Евангелии Тема Такой Это Тема Евангелия Это Мы Приехали С Фестиваля Ни Дойдохме От Фестивал Мы Годим С Това Нечто Ни Годим Когато Сме В Къщи Когато Проповедим На улице В Полша Или Заминаваме За друга Църпа И Им Помагаме Да Проповедват И Там Споделяме Опита Знание Знание Мы Годим За Тво Нечто И Бог Так Не Вложит Так Цепи Мы Готовы Оставлять Это Все Ради Того Чтобы Ехать Проповедом Мы Готовы Да Уставим Всичко За Вармину До Португа Заной Понимаю Что Мы Не Все Призваны Быть Северни Ближем Но Каждый Призван Проповедовать Евангелем Согласитесь Со мной Что Не Все Евангелисты Могут Войти В Ту Среду В Которой Находится Семь На В Не В Каждый На На Миссия Ня Поехал В Африку А Кто Идет На Работ Кто Идет В Своем Подъезде Или Во Дворце За Миссию Или На Улицу Просто Как Мы Сегодня Церковь Пойдем С вами На Улицу На В Проповед Каждый Из Нас Он Призван Проповедовать Сердце Бога Оно С Людьми Которые Не Знают Его Бог Радуется Когда Мы Здесь Собираем Еще Больше Он Радуется Когда Один Грешник И Он Очень Радуется Когда Мы Идем Туда В Этот Мир И Той Много Се Радва Когато Мы Отивам Там В Тоже Слят Говорим Евангелие И Мы Хотим Мести Поделиться Темой Почему Важно Проповедовать Евангелие И Мы И Заедно Поделим Темата За Что Важно Да Проповедовать Евангелие Много И Важно Знаем За Когда Нам Хватает Мотивации Когда Мы Не Прекращаем Это Делать Когда У Нас Есть Мотивация Нас Мотивирует Что-то Начать Делать Не Перестать Продолжить И Прежде Чем Начать У У Нас Есть Много Пунктов Мы С Мужем Часть Я Расскажу Часть Мой Муж Расскажи Одна Часть А Друг Муж Но Прежде Тем Как Я Начну Говорить Эти Пункти Хочу Поделиться Одним Сном Который Был У меня Несколько лет Назад И Мислился Большой Огненный Смерч Который Шел На Город И Он Разрушав Все На Своем Пути Разрушав Все Пути И Мы Могли Видеть Эту Смерч И Спасаться Но Не Все Люди Могли Видеть Могли Те Кому Расскажем И Мы Ходили Из Дома В Дом И Рассказывали Людям О том Что Идет Огненный Смерч И Неб Спасаться Кто Верил Тот Спасался Кто Присоединялся К Нам И Шел Вместе С Нами Говорить Другим Людям Но Были Люди Которые Видели Эту Смерть Но Их Сердце Было Привязано К материальному И Они Вместо Того Чтобы Идти Рассказывать Другим Людям Или Спасаться Они Спасали Вещь Без потяло Нешката Я Смерть Один Мыш Который Тащил Такой Огромный Шкаф Он Его Тащил И Он Придавливал Шкаф Толи И Было Сомнение Спасеть Сами Сам Дальше Я Видела Как Мы Вошли В Одно Большое Здание И В Этим Здание Было Множество Людей И Эти Людей Были Прикованы Нарушистами Батареем Кроватем Они Были Связаны Веревцами И Было Множество Мы Просто Не Видели Края И Конца Это Заканчивается Здание Эти Люди И Когда Мы Посмотрели Наше Сердце Оно Просто Зачем Мило Потому Что Этих Людей Недостаточно Было Им Рассказать Чтобы Мы Спасли Нужны Были Руки Чтобы Подходить Каждому Развязывать И Свобождать Каждого Человека И Мы Посмотрели Друг На друга И Мы Поняли Что Нас Мало И Библия Так Написано Молите Господин Нажатый Чтобы Он Выслов Делатели На Ниву Свою Мы Не Дали Это Местописание Чтобы Его Показали И На самом Деле Это Сердце Это Сон Он Дотронулся Нашего Сердца Сослужим И Мы Помнили Что Мы Не Только Должны Проповедовать Евангелие Как Тебы Сильно Мы Этого Не Старались И Как Не Старались Все Евангелисты Все Равно Будет Недостаточно Мы Должны Вдохновить Других Людей И Другие Церкви И Каждого Христианина Что Каждый Призван Проповедовать Евангелие Как Я Говорила Уже Прежде Что То Куда Можете Войти Вы Лично Каждый В вас Не Войдет Ни Бонки Ни Другие Евангелисты Ни Ваш Пастор Ни Самый Классный Евангелист Вашей Мы Идем Туда Вы Мы Не Можете Войти Только Вы Того Человека Кого Вы Случайно Встретите Где-то Нас Саноска Возможно Вы Будете Единственным Для него Ответом Единственным Иисусом Для него Единственным Путем К Правде Почему Важно Проповедовать Евангелие И За Что Важно Проповедовать Евангелие Начнем Эту Замечательную Тему Започнем Даже Тема И Первый Пункт С которого Я хочу Начать Чтобы Первая Точка Открывается Започна Который Назвается Бог Не Хочет Смерть Грешника Бог Хочет Чтобы Все Люди Были Спасены Он Не Хочет Чтобы Половина Спасена Слава Бог План От Не Толкова Ложь Достаточно Нет Библия Написано Бог Хочет Чтобы Все Люди Спасены И Ваш Сосед Который Вас Достал И Муж Который Может Начальник Который Кричит На Шеф Кот Хочет Спасти Всех Людей И И И Бог Хочет Чтобы Вся Ти Верующий И И И И И 1 Тимофея 24 Написано Бог Хочет Чтобы Все Люди Спаслись И Достигли Познания И И 1 Тимофея 2 Глава 14 4 5 Вы Хочет Чтобы Все Люди Спастись И Достигли Познания Истину Все Люди Спастись Когда Мы проповедуем Евангелие Евангелие Это Сила Сила Божья Это Спасение Когда Мы Это Освобождаем Слово То Паде Духа На Человека И То С Намир Там Попутва Человека С Покаяние Ни Расказвали На протяжение Моей Жизни Наверное Трижди Три Евангелиста Три Верующих Человека За Евангелие И Наконец-то Оно Начало Меня Беспокоить И Най-накрая То Започне Да Ме Беспокоить И Тази Сила Започне Да Ме Побутва На Покаяние И Няма Ни Человек Когато Я Просто Не Могла Противостоять Божьей Силе То Евангелие Которое Мне Уговорилось Евангелието За което Сеговорише То Беше Внутри Мен Защото На мен Не Казаха И То Ме Побутваше И Ме Докарваше До Сълзи Докато Не Застанах На Колени И Не Казах Боже Ако Те Нужда В Мене Направи Нещо С Моя Живот Така Беше Моя Живот Аз Го Направих Крещи Я Се Срещнах С Бога И До Нямаше Служители Беше Сеяно От Някого С Евангелието Чрез Лесни Думи Които Ми Каза Една Вярваща Момича Тя Ми Каза Аз Виждам Че Имаш Проблеми Раскажи Богу Как Само Ему Близко Ме Друго Раскажи На Бога Като На Найблизък Приятел Я Поверила И Я Расказала Богу И Я Родилась Свиш В Този Миг И Я Пережила Бога И Бог Простил Мои Грехи Он Освободил Меня От Курения Я Семь лет Не Могла Справиться Сама С Тази Зависимост Психологическа Постоянно К Ней Возвращалась В период Стреса Но Когато Се Срещнах С Бога В Одно Мгновение От Дал Нес От Этого Свобода И Свобода Самое Главное Моя Душа Бог Хочет Щоб Все Спасли Защото Евангелието е Сила И Защо Е Важно Да Проповедва Евангелието Мы Отметили Такой Пункт Как Радость Следующая Точка Радость Мы С Можем Очень Любим Радоваться С Можем Много Убить Чем Да С Радованы Или Какой Нибудь Давай Анекдот Вспомним Или С С С Можем Радоваться И Может Поэтому Бог Дал Нам Радостную Новость И Может За Това Бог Дали В Радост Новость Это Радост Новость Новина Иисус Христе О том Что Он Сделал Для Нас За Това Кое Той Направил За Нас За Това Че Той Платил Нам Не Нужно Страдать Нам Не Нужно Сам Платить Не 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 Треба Сам Ти Да Плаштаме Да Доказывать Свою То Что Мы Хорош Бог За Это Все Заплатил Он И Той Не Изкупил От Греха От Смерти От Болест Это Это Радостная Новость И Когда Люди Слышат Эту Радостную Новость У них Появляется Надежда У них Улыбка Появляется Надежда Мы Встретили В Польше Одного Человека Мы Приготовили Такие Блинчики И Пошли Искать Голодного Человека У нас Тогда Самих Не было Немного Денег И Самите Нямах Немного Пари Тогава И мы Захотели Найти Кому Похуже Потому Нас Есть Евангелие И Мы Трсих И Намерих Един Тъжен Човек Беше Бездомен И Он Удивился Да Хочу Мы Налили Чай Дали Ему Блинчики И Стали Расказ Налях Му Чай Дарух Мему Палач И Захот Меда Рассказ Слово Евангелие Мы Помолились С ним Молитвы Покаяния Если Помолились Молитва На Покаянии Человека На Сердце Появилась Надежда Открыл Своё сердце Что он Хотел Покончить С Самоубийством Твою Творю С Рассказ Чис Самоубийство Он Три Три Месяца Был Три Месяца На Тот Дъщеря Му Го Е Видела Бездом Жена Му Го Оставила И Той Не Знал Как Ему Подняться Но Когато Му Разказали Ему Евангелие На Него Появи Надежда И В Тот Момент Ние Самите Се Развеселих Че Бог Е Толкова Узбителен Е Толкова Велик Че Не Го Оставил Он Послал К Нему Нас И Мы Стали Сами Радоваться Мы Поняли Что В Нашу Ситуацию Бог Тоже Пошлет Человек Так Он Послал Его Ситуация Человек Как Той Нас Не Избратил И Знаете Расскажу Об этом Человеке Я Тебе Расскажу За то Человек Через Некоторое Время Пару Месяцев Мы Стретили Его Еще Раз И Мы Завозили В Реб Центр Одного Человек И Сказали Хочешь С нами И Самый Последний Момент Он Решил Сюда Что Поедет И На данный Момент Он Находится На Ребилитации И Когда Мы Были Там Он Сказал Я Очень Благодарен Что Встречу Вас Что Вы Меня Привезли Сюда И Он Находится В Христианском Ребилитационном Центре Сейчас Это Человек Но Это Удивительно Что Бог Делает Това Кое Прави Бог Обаче Надежда И Радость Появляется Не Само Надежда И Радость Появява В Сердцата На Хор На Които Ние Проповядваны Обаче И Нашето Сърце Напълва С Радость Ние Расказали На Человека И В Евангелие Мы Протянули Ему Руку Простирами Рцете Си И У Нас Также Появилась Радость У Нас Также Появилась Надежда И Многие Люди Которые Идут Начинают Проповедовать Евангелие Они Много Они Които Что У Меня Появляется Радость Я Рассказал Евангелие И Я Стал Рад Ради Радости Стоит Ити Проповедать Евангелие И Скажите Написано Иисус Иисус Го И Правил Су Рассказал Истину И И Иисус Поручил Делать Это Нам И И И Проповедовать Евангелие По Всему Миру Даже Просто Из-за Послушания Мы И И Делать Это Потому Что Так Написано Для Чего Нужно Проповедовать Евангелие Чтобы Были Чудеса Когда Мы Проповедуем Евангелие Оно Сопровождается Чудесами И Марка 16 16 18 Иисус Сказал У Верующих Жи Меня Будут Сопровождать Сии Знамения И Меню Моим Будут Изгонять Бесов Наложат Руки На Больных И Они Будут Здоровы И Когда Мы Проповедовали Евангелие Сейчас В Руссе Многие Люди Удивлялись Что Когда Они Возлагали Руки На Больных Люди Переживали Бога На Улице Я Предложила Одной Женщине Помолиться Я Говорю Можно Я Положу На Вас Руку Она Я Молюсь Ничего Не Ощущаю Ни Божьего Присутствия Ни Силы Ни Огня Просто Молюсь Как Написано Как Тупиш И Она Говорит Я Не Знаю Что Со Мною Жар Проходит По Моему Телу Меня Трясет Мне Просто Огонь Внутри Меня Прожигает Огонь Внутри Вмен И Я Когда Мы Помолились Е Стало Легко Она На физическом Уровне Ощутила Божие Прикосновения И Таким Образом Бог Много Людей Изцелял Много Хора Многие Из Команды Говорили Что То Самое Было У них Огонь Проходил Через Человек Людей И И Изцелялись Мы Могли Ничего Не Ощущать В Тат Момент Но Бог Через Нас Изцелял И Когато Мы Проповедуем Евангелие Бог Подтверждава Своё Слово Через Знамения И Чудеса Мы Говорим Евангелие Мы Возлагаем Руки А Бог Действует Мы Не знаем Как Это Происходит Но Бог Сказал Че Това Ще Случи Така И Тоже Се Случва И Так же Когато Проповедуем Евангелие И Също Така Когато Проповедуем Евангелие Проповедем Это Хорош Инвестиция И Хорош Вклад Своего Время Своего Посвящения Своих Финансов Это Хорош Вклад В Души Душа Которая Она Вечная Спасение Души Души Другого Человека Это Хорошая Инвестиция И Это Хороший Вклад И Знаете Немного Времени Но Еще Один Пункт Я Хочу Сказать Откровение 12 11 Написано Они Победили Его Кровью Агца И Словом Свидетельства Своего Хочу Сказать Что Евангелие Проповед Евангелие Нужна Для Победы Проповедование На Евангелие Не Трява За Победа Когда мы проповедуем Евангелие Мы Становимся Сильнее Как я Рассказывала Что мы Сами Начинаем Верить То Что Мы Говорим Мы Начинаем Сами Утверждаться Мы Становимся Сильнее Для Победы Проповедовать Евангелие В Откровение 12 С 11 Говорить Они Мы Это Верующие Люди То есть Можно Сказать Мы Под Те Са Им Предвид Ни Вярващите Хора Мы Победили Его Дьявола Его Замысла Замысла Сатаны Замысла на Сатана Зачем Кроме Иисус Уже Умер Иисус Уже Умрял Но Так же Он Уже Все Сделал Но Следующее За нами Дальше Написано Словом Свидетельства Своего То есть Мы Дальше Побеждаем Когда мы Открываем Свои слова Уста И начинаем Свидетельство Другим людям О своем Спасении О том Что Мы Получаем Откровение 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 Которое Мы Получили О Иисус О Что Он Сделал Когда Вы Рассказываете Своё Свидетельство Это Тоже Евангелие Это Продолжение Евангелия Которого Не написано В Библии Сейчас Но Вы 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 Свидетельство Когда Вы Рассказываете Об Это Другим Людям Когото Рассказываете За Него На Другите Хора Вы Побеждаете Вы Продолжаете Делать То Что Сделал Иисус То есть Мы Побеждаем Кровью Аг Через Кръвта На Агнето И Через Слово На Свидетельство Церква Которая Проповедует Евангелие Это Победоносна Церква Это Воинственная Церква Церква Которая На самом деле Устает Церква Която Ще Стои Ако Наистина Верва В Иисуса Ако Корените Са В Истина Дальше Дальше Я хочу Пригласить Моего Мужа На самом деле Это Тоже Ну Говорит На меня Что Его Золото Той Мой Подарок Десять Лет Я Молилась За Десять Години Аз Молих Да Имам Мъж Двенадцет Лет Как Я Увервала Два Года Назад Ме Поженились Но Бог Сказал Ме Обаче Бог Ме Каза В начале Моего Пути Что Он Даст Мю Подар Че Тоже Ме Даде Подар И Мой Муж Можът Ме Се Явял Подар От Бога Я Ждала Его Десять Лет Не Ожидала Что Буду Так Долго Ждать Но Не Жалея Лучше Подождать И Получить От Бога Чем Чем От С С С С С С С М М Сердце Так Жарит Для Евангелия Он Любит Уличные Евангелизации И Его Сердце Гарит В теме Изцеления И Он Продолжит Тему Тему Важно Проповедовать Евангелие тема томидность так но также он хочет поделиться свидетельствами об исцелении ну что такая сказка господи ли свидетельства на истине не будет молиться в конце молитвы за исцеление где мы можем позволить богу сегодня исцелить нас и на краю что символис молитва на исцеление к лету ничьи можем допозволим на бога той дни исцели расшит спасибо сколько раз слушаем и жена си не могу наслушаться и могу да си наслушан бог велик бог и велик и он сегодня здесь это одни сеток когда мы поклонялись и молились богу когато се покланяхме и се молихме на бога аз усещах присъствието му и това е много ценно и то что хочет бог сделать и това което иска да направи бог в сердце и в желание в сърцето има желание да благославя народа си да исцелява да носи подарки да се докосва я хочу чтобы каждый из нас имел сегодня правильное ожидание и аз искам всеки един от нас да има правилното очакване днес чтобы мы аж дали от бога да очакви мне что- Fortnite муэ ему позволили действовать не да му позволим на дейстое одно дело что можем позволить действовать через нас едно то е да позволим, действо, чрез нас нас но самая главная проблема обаче на големи оно зачем уลади на стираючто место Court а не се изцелява потому что люди не позволяют богу не�를 чтобы бог сподол Testing это и единственная проблема которая мешает из стране и тва единственной проблем каче lässt choice и Caitlin solid Поэтому я хочу обратить внимание на этот пункт. То, когда даже я буду говорить, что Бог будет исцелять. Уже до молитва на исцеление. И когда мы поклоняли здесь, и Бог мне показал некоторые вещи, и я почувствовал, что Бог исцеляет много. И кто-то потом в конце скажет, что это нечто. И то, что я хочу продолжить, почему важно проповедить Евангелие. В Римлянам 12 главе написано, чтобы мы искали, что есть воля блага и угодная совершенная. И почему важно проповедить Евангелие? Чтобы Его воля исполнялась. Две молитвы, на которые Бог не будет отвечать. Это то, когда мы просим о том, что Он уже сделал для нас. И второе, когда мы просим у Него то, что Он поручил нам. Боже, спаси этот народ! Помоги, пожалуйста! Спаси Болгарию! Пожалуйста, они все покаятся! Я тоже молюсь за спасение. Но самое главное, что мы можем делать, мы можем позволить человеку услышать Евангелие. Мы можем дать ему возможность спасти. Так как Катя говорила, возможно, вы последний шанс. Может быть, вы исте последняя возможность для кого-то. Последната возможность для кого-то. Вы и тот Иисус. Вы исте Он за Иисус. Единствен, который может заявить этому или другому человеку. Единствен, който может да се яви на онзи или друг тюбеку. Вы и не знаете, кога ваше съсед умре от. Ви и не знаете, кога съседове ще умре. Или в начальник на работе. Или шефът, когато е на работе. Он тоже нуждается в Иисусе. Той също се нуждае от Иисусе. Все нуждаются спасение. Всички се нуждаят в спасение. Бог хочет спасать. И Бог иска да спасява. И когда мы позволяем ему это делать. И когато ние позволяваме да го правим, Той го извършва. Знаете, буквально год назад, и преди една година, когато бяхме в катарици, я испытывал тяжелый момент в жизни. Я провел ночь в молитве. Я там встретил со скабаном. Но ничего само не случилось. Он убежал. Обаче Той избега. Бог ми защитил от Него. Что там произошло? Я встретил с Богом. И на следующий день мы проповедовали Евангелието. И мы молились за исцеление больных. И един человек, у него была проблема со спиной. Он принял Иисуса Христа. Боль ушла. Там были еще несколько чудес. Но я хочу обратить внимание, что произошло дальше. Через две недели мы опять проводим уличную церковь на центральной площади. Приходит мужчина. И говорит, знаешь, Бог меня исцелил. И у меня была проблема со спиной. У меня болели ноги. Знаешь ли, как то? Я перейду сейчас в свою жену. И через минут 10 он переводит в свою жену. И такая старенькая женщина с палочкой приходит. И он говорит, давай, давай, он здесь помолится. И я сначала говорю Евангелие. Она принимает Иисуса. Потом я молю за нее. Там еще один брат. Она исцеляется. Я забираю палочку. Она начинает ходить. И тя започва да върви. У нее боль спина тоже была пропала. Наш Бог велик. У кого-то прямо сейчас можете исцелиться спина. На някого можно когда вы слышите свидетельство и исцеление. И когда вы слышите свидетельство на исцеление в вашем теле. Бог извършва исцеление в сацето ви. Следующий пункт. Почему важно проповедать Евангелие? За что е важно да се проповедва Евангелието? Чтобы люди исцеляли. Хората да се исцеляват. Это очень важно. Многие люди принимают Исуса. После того как Бог исцеляет. Иногда нужно перейти на душевно уровень. Иногда дать им то, что им нужно. Да им дадим каквото им треба. А потом Евангелие. И люди лучше принимают. И знаете Бог способен действовать даже через мальчика. Через девочка. Не важно какой возраст. Мы буквально сейчас уседуничаем в одной церкви у нас в Польше. И там мальчик 10 лет. И он проповедва Евангелието. И он когда шел на улицу чтобы помогать проповедить Евангелието. И когда дойдет с нас на улицу да проповедва Евангелието. Да раздавал флайери книги. И однако вас их спрашивает. Той питает всички. Тимофей, ты куда? Тимофей, ты куда? Я проповедую Евангелие. Аз проповедуем Евангелието. Круто. И он как Бог действовал через него. Мы были недавно в Литве. И там было палаточное служение как сейчас в Русе. И один мальчик получил исцеление спины. Ему было всего лишь 5 лет. Как он это понял? Он пришел к маме. И сказал мама у меня уже не болит больше спина. И Майк ему казалось как в том-то месте. Там молились за исцеление. И я попробовал. Она говорит приведи меня в это место. Он приводит ее в это место на следующий день. Эта женщина подходит и говорит знаете я не знаю что произошло но это чудо. Мой сын исцелился. Ему больше они не боли спина. Что вы тут делаете? И она начал говорить мы фестиваль проводим проповедуем слово и она приняла Иисуса. Она плакала и Бог прикоснулся к ней. Знаете Бог способен действовать через даже осла. Вы знаете это место в Писании когда ослица говорила своему пророку своему хозяину. Что ну то есть проговорила. И буквально недавно мы были в Германии летом. И мы проповедали Евангелие на улице в колонку. И в конце я сказал кто из вас больно приходите. Мы помолимся и Бог вас исцелит. И там был парень 18 лет. И там имаше 18 лет. И имал проблеми с зрението си. И имал дни големи очки. И он бежал к нам. И он говорит помолите за меня. И имал проблем с очите. И мы помолили за него. Снял очки. И мах на челата. И Бог исцелил его. И когато рассказывал за това нечто. Несколько дней назад. В Руси. У едной женщины исцелили глаза. И когато говорят о исцелении. Ако с говорили за зрение или заболки в гроба. Прием Бог прикасает его. И была такая история. Когда мы ходили по улицам зимой. Казалось быть безнадежная ситуация. Был один такой старший мужчина лет 70. И молимся за больные. Все хорошо. У меня все нормально. И моя напарница сказала что у от ухи. А да имам слухов аппарат. А второе ухо не чува. И направих две стъпки назад. Проверили ли чува. Да я слышал. Три стъпки назад. Той чувал. Помолих за второе ухо. подошли на три шага. На който не чуваше. И он начал слышать. И на правое ухо. И налевое. Возможно у нас не было мудрости. Он мог принять Иисуса Христа. Обаче не пульсил. Той сказал не не а я ще тръгвам. Обаче когато рассказывал в руси за това нечто. Два человека сняла слухово аппарат. Начали слышать. И он начал слышать. Наш Бог велик. Бог изцеляет. Он свершает чудеса. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Это его желание. Исцелять своих людей. Если он исцеляет неверующих, то почему мы недостойны? Он исцеляет каждого. Он хочет проявлять свои чудеса. Это подарок. Нам не нужно его заслуживать. Нам нужно 15 часов молиться. Нам нужно его молять. Боже, пожалуйста, исцели меня. Это совершенно бесплатно. Когда мы позволяем ему да не исцели, той го извършва. О, не, не, я сегодня не такой духовен. О, я много сегодня не согрешил. О, я там сказал плохое слово. Я недостоин. Ты, наверное, не ходишь меня использовать. Ты, не будешь меня исцелять. Нас появляются тысячи тысячи въпросов и версий. Почему Бог не иска да исцелява днес? Но Он хочет исцелять. Он исцелял 2000 лет назад. И Он умирал за нас. И Он пострадал за нас. Он взял наши немощи болезни, чтобы мы были здоровы, чтобы мы не имели депрессии. Он хочет нас благословять. Ождайте свое чудо. Очаквайте чудо. И то, что происходило сейчас в Русе, много людей удивлялись. Куда уходила боль в спине, там им 15 лет у него была простата. Он просто плакал. Я не знаю, может не мог поверить. Может би не мог да повярва. слишком долго его мучила боль. Но я знаю, что это такое. Это сильная боль. И мы спрашиваем него, что с тобой? Он говорит, у меня была боль. 15 години. И мы спрашивали, а где боль сейчас? Нету боли. Боль ушла. Няма болката. В конце будем сегодня молиться. Будем превозграшать исцеление. Будем позволять Бог исцелять принимать свое исцеление. Будем отказываться от боли. От болезни. Диагноз. Неважно, что это. Это не наше. Потом мы будем свидетельствовать. Два года назад здесь был Женя. Он молился, я помню, я тоже был здесь. И много людей принимал исцеление. Тогда пастор махал рукой. говорит, нет, ничего не происходит. Я думаю, может он не верит. минут десять. Нет, ничего не происходит. А потом его локоть исцелился. И он вышел и сказал, боли нет. исцелен. Мы будем проверять, что Бог делает. Бог уже исцеляет. Будьте готовы за свое чудо. Я не знаю, в чем вы нуждаетесь, но я знаю, что Бог совершает чудеса. следующее, что я хочу сказать. Почему важно проповедить Евангелие? За что врасла церковь? За да израсва церква. У вас очень много места. И нужно эти места запомнить. Как их запомнить? Если мы не будем говорить. Возможно надо привезти человека в съемки. Това също е работа. У меня мой друг, он приводил в церков людей не говоря Евангелие. Я приводил за руку. Пойдем со мной в церковь. Но это не Евангелие. Много людей могли не прийти в церковь. Но многие люди нуждаются в Иисусе. И когда мы скажем, что Иисус совершил, им рассказываем за то, что Иисус в 2016 годах проходил фестиваль в Катавицах. Там бъл один человек който имаше демонични проявления. Той имал депресия. Он сидел на антидепресантах, на таблетках. Мы моляли за него. Он оказался даже с моего родного города. 30 километров от этого места. И покаялся. Потом начал ходить в церковь. Потом привел свою маму в церковь. Ей понравилось. Она начала ходить. Потом этот человек откинул эти все таблетки. Он помогает нам в евангелизациях. Депресия ушла в его жизни. Я вижу на его лице совсем другая ситуация. Он понимает где он. У него нет проблем, которые были раньше. И он довел еще один человек на церковь. Помимо своей мамы. Бог прилагает спасаемых. Как то говорится в первой главе восьмом стихе. вы примете силу и Дух Святой на вас идет. И вы будете свидетелями в Варне, в Бургасе, в Софии, и в других странах, и до края земли. Это сила, чтобы говорить о Исусе. Мы его свидетели. Следующий пункт, о чем я хочу рассказать, чтобы Царство Божие распространяло почему важно говорить Евангелие. За да се распространяло Царство Многие слышали, что его Царство внутри нас. Божие Царство внутри нас. И мы высвобождаем его. Когато говорим о Исусе, когда говорим своя свидетельство, когда молимся за больных, и мы были в Литве, такое малое место, город, там было около 10 тысяч людей, и все знали, что здесь проходит евангелизация. Там работала реклама, все говорили о Боге, каждый день говорилось Евангелие, люди исцелялись, и люди, которые получали свое чудо, они говорили своим соседям, они говорили придите тоже. Но я хочу рассказать об одной истории. Была одна женщина, она каждый день приезжала на инвалидном кресле, и вот я подошел к ней, и я спрашиваю, что у вас? Она говорит, ну, у меня все хорошо. Я вообще тут так, ради интереса. мне не нужен ваш Бог, у меня есть деньги, у меня есть любовник, у меня все прекрасно, но у проблема, я не могу ходить. давайте с вами помолимся, не, 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 не нужен ваш Бог. Следующий день она опять приезжает, она смотрит, интересуется, и люди выходят на сцену, говорят о своем исцелении, что они исцелились, и она начинает верить, и на третий день она опять приезжает на свои кресле, я подхожу опять к ней, и она принимает Иисуса Христа, и она уже верит, на пятый день она опять приезжает, и она уже пытается вставать, я хочу быть тоже исцеленной, я хочу быть здоровой, и на шестой день она полностью исцелена, она встает и ходит, и говорит, что Бог совершил ее жизнь, она не верила в Бога, она не верила в исцеление, она была ради интереса, но Бог совершил чудо в ее жизни, Бог совершает чудеса, и Он будет это делать сегодня, на этом служении, я не особен, и вы не особен, но Бог особен, это особенное место, это хорошая церковь, и Бог будет произвести чудеса, Бог будет отвечать на ваши молитвы, будьте готовы, следващей точка, която искам на обележа, последняя, когда люди проповедят Евангелие, это представляет Бога, мы били в Катавица, помогали одному пастору, и там бил один бездомный, и он ходил, так вот, красава нога была, я подошел к нему и спросил, что у тебя с ногой, я был в аварии, в машина разбилась, разбилась машина, у него были проблемы со спиной, одна нога была длиннее на 4 сантиметра, я ему рассказал об Иисусе, он принял своего спасителя, потом мы помылили за его исцеление, и его нога выросла на моих глазах, и кракът му израснал на моите очи, 4 сантиметра, она была касая, тя беше крива, длинная, ему было неудобно ходить, ему беше удобно да врви, и когато видях пред учителя как израсва, аз казах вау, Бог тебя исцелил, я верю в исцеление, но за пара секунда она выросла, потом кости стали на свое место в спине, и бой пошла, и он начал там бегать, скакать, и говорит, оу, Бог велик, слава тебе Иисус, спасибо тебе Иисус, неверующий человек, который начал прославлять Бога, и потом сказал в колонку, в микрофон, что совершил Бог, вы хотите видеть чудеса в своей жизни, вы хотите видеть больше чудес хотите да проповедуйте Евангелието и первое, за което искам да се помолю днес, чтобы мы посвятили себя Богу, чтобы увидеть больше, чтобы ему служить, нам нужно посвятить себя, нека се исправим, и нека се молим, знаете, в Библии есть несколько интересных мест, в Библии има няколко интересные места, в Исаии 59 главе 16 стихе, 59 глава 16 стих, такое слово есть, и видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и в языке 22-30 Бог сказал Исаии на Исаии на пророка, который поставил стену и стал перед мной в проломе за свою землю, чтобы не погубил ее, но не нашел. Бог ищет человека, чтобы использовать, чтобы совершить свои дела, и также в начале Исаии в книги пророка, Бог спрашивает Исаия, кого да изпратя, нет человека, нет того, кто бы пошел за меня, нет като говорил в име мое, Исус сказал, житва поспела, а делатели мало, Бог нуждается в нас, от всеки один от вас, Бог говорит к вам, и Бог ви говори, и Он хочет, чтобы вы говорили о Нем больше, знаете, это не манипуляция, это не какой-то религиозный акт, это обращение к Богу, когда мы посвящаем себя, скажите искренне, что вы хотите, искате ли Бог да ви использовал, посвятите себя, посвятите себя, будем сейчас посвящать свое сердце, я хочу чтобы Бог не послал туда будем хотели страны в города я готов готов ли вы Бог видит ваше сердце Он сказал не нашел человек но Исаия пророк му отговорил вот я пошли меня спрати ме давайте провозгласим нека провозгласим что мы не умрем че няма да умрем будем жить я не умру повторите я не умру я буду жить и возвращать дела Господи я не умру я буду жить и проповедвам Божието Слово нека си посвятим сега Другой Бог я посвящаю себя Тебе я прошу Тебя используй меня для Твои славы вот я пошли меня вот я используй меня так как ты хочешь я прошу тебя говори ка пошли меня к тем людям которые не знаят тебя там где работаю я прошу тебя говори через меня там где я живу там где нахожусь я прошу тебя используй меня для славы аминь сейчас у нас мало времени но мы помолимся за исцеление я коротко расскажу что будет происходить вначале мы будем отрекаться своих болезней мы также пригласим сюда людей которые нуждают в исцеление мы отречиваем всех болезней болезней не са от Бога Бог иска да ни направи подарок и это его желание исцелять какво мы будем принимать от него свое исцеление мы будем благодарить Бога и будем свидетельствовать вера и действие когда мы свидетельствуем мы говорим мы как бы производим до конца исцеление как бы исцеление проходит до конца исцелението минава до края и знаете Бог хочет и Бог иска чтобы каждый из вас уходя сюда като се тръгва от тук да е благословен чтобы мы были изменены Бог иска да ви докосва да поканят хората които се нуждают от исцеление които се нуждают от докосване от Бога който има проблем с краката си някаква 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 диагноз может ви уже согласили с этим может уже давно живете 10-15 лет и говорите ну все это уже нормально но Бог хочет вас исцелить может как какой-то маленький дефект или някакъв дефект или някаква кривина някакъв крив в палец не важно каквото и да е може би имате проблем с органите излезте тук и Бог ще ви изцелява по-смело Бог вижда сърцата Бог Бог любит вас Бог и Бог и любов и в Библии нет такого места и Библията няма място където Бог да откаже на някого было момент когда Он сказал что это для детей что нельзя дать псам хлеба но эта женщина имела веру и она сказала но псы также питаются от столов Иисус несколько раз говорил что не нашел веры в Израиль больше чем это Бог исцеляет без отказа и знаете то что будет происходить сейчас Бог мне сказал я буду совершать чудо прямо сегодня и мы будем говорить об этом выходить по-одному и я хочу обезвать внимание на тех кто может быть посиснялся кто может смотреть нас онлайн кто может слушать когда человек будет выходить сюда и говорится о своем свидетельстве о своем чуде что Бог совершил Бог будет исцелять те кто онлайн и совершать исцеление я буду сейчас молиться но еще важно болезнь не от Бога это не ваше вы не должны страдать вы не должны мучиться сейчас будем обращаться к самому Богу вы будете повторять вместе за мной молитву опять же это не заклинание это не религия я буду вам помогать а потом мы будем делать что Бог делать ответ за мной дорогой Бог я прихожу к тебе потому что ты любишь меня и я не соглашаюсь болеть я не принимаю свою болезнь я не принимаю немощь я отрекаюсь от этой болезни сейчас говорите по имени от чего я отрекаюсь от я отрекаюсь от боли нога от каждой боли которая какая-то боль проблема немощь не важно ведь я отрекаюсь от либо ты от чего либо то что вам необходимо принять исцеление я отрекаюсь от этой болезни я отказываюсь от этой болезни и я не соглашаюсь быть больным. Дорогой Иисус, я принимаю Тебя исцелением. Я принимаю Тебя подарок. Я принимаю Тебя совершенное здоровье. Я благодарю Тебя за то, что Ты умер за меня, за то, что Ты воскрес. Я благодарю Тебя за то, что Ты победил силу греха и силу смерти. И то, что моя болезнь, она побеждена. Я отдаю Тебе ее на крест. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты прикасаешься ко мне. Спасибо Тебе, великий Бог, за мое исцеление. Сейчас не повторяйте, я буду молиться за Вас. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю исцеление в костях. Я говорю, боль в спине, убирайся прямо сейчас. Я провозглашаю исцеление в ногах. Я проверяю, чтобы боль в голове ушла прямо сейчас. Я провозглашаю исцеление в органах внутренних. Во имя Иисуса Христа исцеление в желудке. Во имя Иисуса Христа исцеление в печени. Я провозглашаю восстановление в почках. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа исцеление легких. Я превозглашаю исцеление от рака во имя Иисуса Христа. Я прекращаю дух рака. Я превозглашаю исцеление. Полное. Полное исцеление крови и восстановление всех клеток. Я превозглашаю свободу от страха во имя Иисуса Христа. Я говорю, немощь и болезнь уберяйся прямо сейчас. Ранами Иисуса Христа я исцелен. Ранами Иисуса Христа вы исцелены и здоровы. Сейчас вы так же повторяете за мной. Ранами Иисуса Христа я исцелен. Ранами Иисуса Христа я полностью здоров. Если у вас болит какое-то место, или вы можете положить руку на это место, если у вас есть какая-то болезнь, вы можете чувствовать так же тепло, Вы можете чувствовать, что у вас жжет. Либо что-то происходит внутри. Что-то в ноге, что-то в спине. Это Бог производит исцеление. Положите руку на то место, которое у вас болит или нуждается в исцелении. И провозгласите вместе со мной. Во имя Иисуса Христа, я запрещаю немощи и болезни быть в моем теле. Я соглашаюсь быть здоровым. И благодаря Иисусу Христу я полностью восстановлен. Я благодарю Тебя, Иисус, за Твое восстановление. Поднимите левую руку и благодарите Иисуса. Спасибо Тебе, великий Бог. Благодарите от своего сердца. Благодарите за свое исцеление. Сейчас мы будем свидетельствовать. Будем по очереди выходить. У кого-то может просто боль ушла. Может просто вычувствоваться разницу. Давайте по одному. У кого есть какие-то изменения? Кто почувствовал, что боль ушла? Еще. Вы можете чувствовать, но вы можете проверять. Если у вас была проблема со зрением, вам нужно проверить ваше зрение. Если вы не видели близко, вам нужно взять книгу, посмотреть. Если у вас была проблема со спиной, вам нужно наклоняться, проверять себя. Если у вас были проблемы с коленями, вам нужно наклоняться, делать приседания. Если у вас была проблема с астмой, Вы можете побегать, подышать глубже. Если у вас была проблема со спиной, с позвоночником, вы попробуйте руками подвигать, понагибаться влево-вправо, вперед-назад. Если у вас была проблема с органами, вы это не можете проверить, но вы чувствуете что-то, что-то переживаете сейчас. Бог исцеляет вас. Если у вас тепло есть внутри, в животе, Бог может исцелять ваши внутренние органы. То есть у кого-то есть какие-то изменения? Может, у вас что-то у вас? Что у вас было? Как вас зовут? Тепло проходит на песне, сейчас. Ну, мне травма пояснится. Кто исцеляет вас? Что у вас, что у вас конкретно было? Я не знаю. Травма копчика. Это была боль как-то была, да? И мне не могу наклоняться. Иногда мешает. Окей. Ну, потом тоже проверяйте себя. Погибайтесь сейчас. Погибайтесь. Окей, окей. Учите какую-то разницу? Нет? Чувствуйте себя. Бог велик. Спасибо. А кто-то еще? Не уходите. Не уходите, не уходите. Побудьте здесь. Не уходите, не уходите. Что у вас? Как вас зовут? У меня плечо болело. Окей, а что сейчас? У Лены болело плечо, сейчас не болит. Бог велик. Я вас помолю за вас. Во имя Иисуса Христа. Я буду решать полное исцеление в плече. Я говорю, чтобы плечо полностью восстановилось. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Кто-то еще? Что-то у кого-то. Что-то у вас. Все отлично. Может кто-то переживал тепло в животе. Что-то у вас. Как вас зовут? У меня были разные заболевания, но я ощутила горячий поток именно в легких. Но я не знала, что у меня проблемы там и сжатие мозга. Хотя у меня есть разные болезни. Слава Богу. Я сейчас помолюсь. Во имя Иисуса Христа. Я говорю с индиомом. Ты не имеешь силы. Ты не имеешь права. И ты не имеешь места в жизни этого человека. Я запрещаю немощи и болезни быть в твоем теле. Я говорю очищение в легких во имя Иисуса Христа. Разрешаю полное исцеление. И спина. Болел спина вас. И болел спина. Что? Что сейчас вы сказали? Во имя Иисуса Христа. Я проклинаю этот синдром. Я проклинаю все болезни, которые имели место. И я разрешаю власть, данные мне Иисусом Христом. И силой Духа Святого я прозграшаю полное исцеление во всей иммунной системе во имя Иисуса Христа. Я благословаю исцеление, что вы сейчас переживаете. Бог, как вам прикасается сейчас. Во имя Иисуса Христа. Полное восстановление. Полное восстановление. Бог любит вас. Он не забыл о тебе. Ты верный на Ему. И Бог верный. Он хочет сподить тебя. Это место для Его славы. Продолжай быть верным. Аминь. Женщина сейчас переживала, как Бог прикасается к ней. Может, это у кого-то еще что-то. Это что, может, спине что-то. Может, ноги. Наверяйте себя. Выседайте, наклоняйтесь, двигайте шеи. Что у вас? Как вас зовут? Он у вас подошел. У меня холодок по всей спине. У меня много проблем там по всей спине. Было. Было. Что у вас было? И самая важная проблема была с ключом. Я буду выручивать. Сейчас. Сейчас. Подвигайте. Подвигайте еще. Слава Богу. Бог исцелил. Не прекращайте проверять. Бог совершает исцеление дальше. У кого-то еще будут исцеляться руки и ноги. Как вы себя чувствуете? Доброго чувствуете. Наш Бог велик. Слава Богу. Спасибо, Мария. А, секунду, секундочку. Что-то у вас еще было, так? Вы говорили, что у вас было куча болезней. У меня было... Я даже не знаю, как это назвать. Такой душевный стресс. И который просто отошел. Чувствую радость. Наш Бог велик. Бог тебя исцелает полностью. Во имя Иисуса Христа. Я за тебя.